Димон, у тебя много еще? Нет, осталось. Литров 150. Заправляемся. Поехали мы на севера. Устал уже? Я вспотел уже. Время 6 утра Жека уже вспотел. Все, я забрался, Жека заправится. Масло гидравлики дольет, чтобы работать. Потому что женек меня сегодня будет. Грузить металлоломчиком. Надо, чтобы у него и гидравлика, и все там, все четко было. Не было никаких нюансов. Время 6.25 утра. Выезжаю с базы. Я потихонечку поеду. Я окруженный. Жека порожней пойдет. Мне надо будет заскочить на приемки. Все ровер разгрузится. Как-то так. Какие вот дела. Будку бы не садеть. Нормально все. Понастает сеток на окна. Потом ни хрена не видно. Да? Пацаны на самозвалах тоже поехали работать. Прицеп Волтенкомс. Колеса у него какие-то мощные, конечно. Вот такое колесо. Если пахнет, так это, наверное, вообще будет мощно. Прямо такое массивное. Конкретные, конечно, размеры я не могу подсказать. Но даже вот так вот визуально. Ну, издалека не видно. Серьезный, как раз. Там, наверное, на полтине грузишь, наверное, они даже нормально себя чувствуют. Моё сердце пьётся раз в час. Я очень болен другими словами. Она на полупальцах тишина. Я за ней, но менее резво. Я удиваюсь тому, что дышу. Под ним воздухом снег не остаюсь только своей. Ты знаешь о том, что ты можешь знать. Ты знаешь о том, что ты можешь знать. Ты знаешь о том, что ты можешь знать. Ребята, всегда камера стоит в последнее время. Прямо стабильно. Поэтому аккуратней. Идиот. Три нога. Сидит вон там. Караулит. Как вот, да? Вот так вот кто с камерами сидит. Ну, мне кажется, у него уши, да? Или у... Горят прям. Или у неё там. Бывает женщины ещё, я обращал внимание, сидят. В последнее время, кстати, очень часто. Сейчас вот ехала на выезде из города тоже женщина. Камеру устанавливала. Жек отогнал меня. Не доезжая в Верхотуре. На Мазайчике валивает. Красавчик. Сотка. Мазайчик вообще не отстаёт. Нормально. Сотоньку бежит вообще, не напрягаясь, Мазай. Здесь вот лобва перед Серова, не доезжая Серова есть. Тут вот как раз увидите, там, конечно, фуры стоят. И вот автовокзал. И вот здесь вот, видите, вот крылечко вход. Там столовая. Мы ехали прямо на территории автовокзала. Вот она там, дверейки нет. Там ничего кормят неплохо. Поэтому, если в сторону Серова едете, где-нибудь там решили остановиться, то есть где покушать, ребят. Я в этом ролике буду рассказывать, где нормально кормят. И в среднем сколько выходит чек на еду. Но если это мы в эконом режиме всё едем. Опять же. Седьмое октября сегодня. Три градуса тепла за бортом у нас уже. Седьмой час. Ой, семь минут десятого утра. И с каждым разом, с каждым рейсом всё, лес становится разноцветнее и разноцветнее. Вот я, в принципе, не так давно ездил в сторону Дивделя. Но не было. А здесь сейчас, посмотрите, как. Я, моя. Красота. Скоро уже снежочек полетит. Начнётся самая непогодица, гололедица. Ну а сейчас пока можно полюбоваться красивым осенним уральским лесом. Как-то так. Ну вот я и в Серове. Сейчас меня разгрузят. Трояк привёз. Надо за маслом сейчас ходить в магазин. Там уже спортмастер. Единственное, там машину негде припарковать. Придётся пешочком погуляться. Всё, сейчас шайбу зацепит. Зачистит. И всё готово на весы. Задним ходом туда вот её прогоняешь, потом вжиг-взиг-взиг-вбратненько. Сколько это охота вообще? В общем, выезжаешь с металлобазы. И потихонечку, не спеша. Сигналин, когда никого не было. Продолжение следует. Поехали. Продолжение следует. Все, машина на весах. Все, утверждая тару 224-140. А почему у тебя Макс написано на машине? А? Почему Макс написано на машине? Передай привет подписчикам. Всем привет от Димона. Красавчик. Разгрузился, пошел за маслом. Где-то там, получается, спортмастер у нас есть магазин серой. И за спортмастером стоит где-то там магазин масляный. Масляный магазин. Возьмем масломобилдовак. Кусочек, да? Ну, вообще, пролетел по переезду. Ну, соточки, пофиг вообще. Вот, в общем, надо чуть-чуть и пройтись. А то все, едем, едем. Прогуляться тоже надо. Я думал, что подъехать в магазин, но там, видите, сплошная. Потом не факт, что там есть где припарковаться. Вот. Я думаю, лучше я ее перед переездом здесь на парковке оставлю. Там как раз есть место развернуться в обратную сторону. Ну, и прогуляться, вроде, не помешать. Тащиться. Ну, ладно. Скульптура. Сегодня как раз тренировку пропускаю. Сегодня понедельник. Ну, на этом разогнемся. 12 800 ценник. Ну, все. Масляцо. Пошел я его. Вон туда. Там волюшечка у меня. Ага. Двадцатеньку. 726 серенький япончик. Японец. Блин, красавчик мужик. Останавливается. Говорит, давай подвезу тебя с этой канистрой. Я говорю, да не, я уже пришел. Вообще, вот люди добрые. Надо что-то уезжать. Устал ее, да щи, конечно. Ну, вот редкость, редкость. Когда люди вот так вот останавливаются. Говорят, давай завезу сюда. Ну, все-таки, чем меньше города, тем добрее люди. И это факт. Я успел перейти. Перец закрывается. Все. Масляцо там лежит. В ногах у пассажира. Я там канистру протер. Она чистая стала. Разгрузился. Масло забрал. Сейчас осталось повернуть направо в сторону североуральска. И позавтракать где-нибудь кашей рисовой. Ну, и в принципе, едем дальше. Такие дела. Очень люблю завтракать рисовую кашу. Вообще, люблю молочную кашу. Они очень полезные. Яичницу. Глазунья. Тоже обожаю. С колбаской. Там, знаете. Еще вот если глазунью, когда жаришь. То есть, сначала там колбаску туда, помидорки. Все. Потом яйца куриные. Зеленушку туда. Сыр потер. Красота. Просто. Обалденная глазунья получается. Вот такие вот дела, ребята. А там аэропорт на Флэдс. По-моему, правда, сейчас уже закрытый. Его там почему-то закрыли из-за чего-то. Не знаю там, конечно, подробностей. Но, в общем, закрытый аэропорт. Ну, пешком, может быть, прогуляться можно. Как-нибудь туда попасть. Наверное. Там шагбаум. Смотрите, какое небо красивое. Красно? Там трактор по полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Ну, в прицепе кто-то песенку поет. Североуральск. 80 километров. О, какой участок дороги замечательный. Смотрите, красота. Красочкой подмазал. Что-то все, видимо, уже. Время приходит, ребят. Время приходит. Ключи мои. Все начинает портиться. Ковры, не ковры. Все начинает трескаться какой-то. Надо время от времени это все обновлять. Горячий восточный парень в шортах на улице. Плюс три, а он в шортах. Блин, блин. Поехали, Жакар. Не решил. Два косыря скинула. Тиньков мне, блять, надо блокированы. Продолжение следует... 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 Такие дела. Едем дальше. Я думаю, сейчас будет видно. Горы. На горах снег лежит. Вдалеке. Вот там. Смотрите. Такая красота. Вообще просто. Заглядение. Видно, да? Когда погода не облачная, а не хорошо виднеется. Классно. Ничего не скажешь. Вся обочина в иголках, да? Красиво так. Классно вообще. Ну вот мы и выглядели. Спуску-то крутой очень. Зимой частенько коллеги подняться не могут. Конечно, за ним и следят. Но вы сами видите, что он довольно очень-очень крутой. Все, почти что загрузились. Все, почти что загрузились. Уже стемнело. Надо уголок вот этот поправить. Включил баячки, чтобы хоть как-то было там светло, ребята. А у нас на манипуляторе что-то, помимо того, что масло куда-то девается, еще установка перестала. Подключается установка. Предохранители не убивают и все. Ладно, в запасе было предохранители. Мы успели ее сложить. Как-то так. Ну все, загрузились. Время 8 вечера. Поезжаем. Кафе Транзит. Это получается на выезде из Сильдя, как в сторону Егорска ехать. Кафешечка. Я уже видосы снимал здесь. Отсюда, как раз еще раз напомню, кому интересно, стартуют экскурсии на перевал Дятлова. Здесь на 66-х забирают группу людей, туристов. Вот. А потом отвозят их на определенную точку, а там они идут пешком. Потом они там возвращаются обратно. 66-й забирает, привозят сюда. Они здесь заказывают баню, банкет, сразу там банкет, все дела. Празднуют свое возвращение. Точно не уверен, сколько, но наслышан, что вроде 60 тысяч человек стоит такая экскурсия. Чтобы две недели у вас съели кармажи, мухи, ножки, вы стоптали все ноги, нифига не мылись, и тому подобное. Такие дела. Но кафешка здесь реально вкусная, очень вкусно кормят, поэтому кто будет в этой стране, всем советую, ребята. вот так. Вообще. Жека паркуется. Вот кто бы мог подумать, что с Женькой Починским мы когда-то окажемся на Мазе, на Вольве, где-то в районе Евделя, на стоянке дальнобоев. Да, Жека? Ты бы мог в это поверить? Я в это еще полгода назад не верил. Вот. О чем речь? Вот так вот, Жека. Видишь, судьба, как складывается. Молодейка. Да. Вот наши автомобили. Работяги наши. Булочки с чесноком. Очень вкусные. Сейчас их кушаем, едем в Серов. Ну все, мы поужинали с Жекой. Продвигаемся до Серово. Время 10-й час вечера. Я еще подустален. Сегодня подустален. Ничего не скажешь. Погрузка долгая была, тяжелая. Но мы со всеми справились. вечерний Ивдель. Монеточка. Всем привет, Ивделя, ребят, кто смотрит. Большой, большой привет. Доехали с Жека до Северо-Уральска. Время 23. Полдвенадцатого. Жека что-то подустал, да и я тоже. Поэтому ложимся спать. в 6 утра подъем. Что-то не получилось встать в общем в 5 утра. Время почти 7. Я вообще замерз ночью. Автономка дурацкая. Она нифига не работает. Слушайте, что звуки происходят. Кроты там скребутся. Она работает, ошибки у нее нет в этой автономке. Дует она холодным. Тут много коллег стояло. Нет. Скажите, я скажу. Я вот запущу ее машину. Она поработает, я заглушу. Вот холодным дует и все. И причем она не отключается, лампочка не моргает, ошибка шумит эта автономка. А тепла давать не хочет. Сука такая. Женя будет сейчас. Ну, звоню, звоню, он трубки не берет. Ни хера. Ладно. Ладно. Кровать. Кровать. Жека, спит как убитый, а? Жека, остановился там, кофеечек заваривает. Не надо заправиться у меня, потому что мы находимся сейчас в Карпинске. Карпинске. А на остатке у меня 85 литров. Сейчас покажу. О, 85. Считаю, надо еще до Серово доехать. карточка. Карточка. в леснях обещают снег. Ха! Валюха стоит. Заправляется. Красота. Ну, ладно, ребят, давайте всем спасибо за просмотр. Что нам тут уже до Серово осталось? совсем немножко разгружаемся и домой. Подписываемся, ребят, пишем комментарии. Всем хорошего настроения, ребят. Хороших вам дорог. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok